Финал и награждение победительниц конкурса «Маленькая красавица Алтая». Участницы традиционно показывали визитную карточку, дефили в вечерних платьях и творческий номер. Я очень люблю в таких конкурсах участвовать, и я сразу захотела участвовать в этом конкурсе. Я сюда пришла с покойным настроем, я пришла с этой целью, чтобы получить самое главное место – это гран-при. Дашей 8 лет, и она занимается в балетной студии. На конкурсе участница танцевала номер «Кукла». Именно своим талантом она и покорила сердца членов жюри. Я очень горжусь собой, я была очень рада, когда услышала, что я получила самое главное место, и была в восторге от себя. Кроме абсолютной победительницы, свои ленточки «Маленьких красавиц» получили еще три участницы в своих возрастных категориях, а также были присвоены звания «Мисс» в различных номинациях. Всегда скажу, что по сравнению со взрослыми судить детей очень сложно, потому что все дети талантливые, они все замечательные, они очень много предложили усилий для того, чтобы прийти на этот конкурс и показать свои таланты. Ну, расскажите, может быть, какие-то особенные критерии оценивания, то есть именно детские? Самый главный критерий, мы не имеем права по внешним данным оценивать, все-таки здесь это творчество, обаяние, харизма, умение подать себя. В этом году финальное шоу получилось особенно ярким. Кроме красочных дефиле участниц, зрителя порадовали хореографические и вокальные выступления, и даже показ мод четвероногих друзей и их хозяев. Все годы, которые мы делаем этот конкурс, у нас приезжают ребята из разных городов. Новоалтайск, Крупцовск, Бийск, Барнаум. Поэтому мы собираем талантливых девочек со всего края. За всю историю конкурса у нас есть две гран-при «Маленькая мисс Россия» и вторая вице-мисс «Маленькая мисс Мира». Мы очень в этом плане, наши девочки очень востребованы, нас знают во всем мире. Балтайский фронт. Добавим, победительницы поедут на всероссийские конкурсы красоты, такие как «Маленькая красавица России», «Детская супермодель России» и «Маленькие таланты России». Юлия Щепина, Михаил Филиппов. День с толком.